И тут же дал маху Джан Чандас. Очень серьезный. Великий военачальник. Он был настоящий рыцарь. Вот 402% рыцарь. 999-й пробы рыцарь. Взяв в плен Дюгиклен, он сразу отпустил. Ну, выкуп, конечно. Ну, так ты там по езди. Просто под честное слово. Да. Ну, Дюгиклен тоже рыцарь, но уехал. И вот тут-то, конечно, Дюгиклен страшно пригодился. Почему? Потому, что... Вот он в плену находится. Заметьте, он сейчас находится в плену. И вот буквально через полгода Карл Наварский... Это была последняя проблема, которую нужно было решить Карлу Пятому. Карл Наварский, сообразив, что герцогство Бургундского вот той части, на которую он претендовал, ему не видать из-за брака Филиппа Смелого. Он собирает опять своих нормандско-еврейских. Хорошо. Графство де Эвре. Эврейский. Воссалов. Конечно, сразу нанимает гасконцев. А гасконцы-то что? Гасконцы все. Мир. Они теперь имеют право все, что угодно делать. И, в первую очередь, нанимают прославленного Жака де Граи. Каптали де Буша. Того самого бурного гасконца, который так много хорошего сделал англичанам. Они собирают войска и идут в сторону Бургундии. И вот тут их встречают... Ну, не Бургундия, конечно. Когда мы говорим про Бургундию, мы говорим вообще про большую Бургундию, включая ее в том числе фламандские владения. И вот там их встречает пленный Бертлан Дегюклен при Кошерелле. И при Кошерелле разворачивается абсолютно нехарактерная для англичан битва. Потому, что англичане стоят в крепком месте. Как это прямо описывается? Они стоят в Нарсхолме. То есть, к ним нужно лезть вверх. Причем через колючки. То есть, там неудобно, откровенно. Поэтому командуют всем Жан де Граи. Очень-очень опытные военные. Которые, разбив традиционные войска на три баталии, запрещает атаковать. Просто запрещает. Они лезут к нам. Мы встречаем огнем из луков. Вы видели, как при крыси было? Вот так и поступаем. Подходят французы. И до полудня вынуждены стоять... Это лето уже. Вынуждены стоять под палящим солнцем. Англичане не спускаются с холмов. То есть, французам нужно атаковать. И лезть в эту горку под палящим солнцем. Под лучным огнем. Ничего хорошего. Ну, а там стоит Жак де Граи, который... Он сейчас их просто в одну калитку разнесет. Он уже это неоднократно делал. Он это умеет делать. И вот тут-то с правого фланга подчиненный Жака де Граи выхватывает меч и кричит своим рыцарям. Всей баталии. Я, Жан Жуаи, атакую. Все, кто меня любит, идем со мной. Ибо я иду в бой. И он всю баталью, треть войска бросает на французов. Ну, и только этот капиталь де Буш понимает, что сейчас эти треть войска пропадут. Потому, что французов очень сильно больше. А учитывая, что не всем войском атакуют только третью. Сейчас их всех перебьют. Их останется на 30% меньше. Вот тогда удержим мы холм или нет. Это бабка. Натрая сказала. Причем, скорее всего, не удержим. То есть, вот этот дебил только что... Что он сделал? А пришлось все две баталии бросать в атаку. Сразу же вслед за ним. Ну, и как только они оказались в поле. Один на один с французской кавалерией. Их всех раздолбали французы под руководством того самого Бертрана Дегеклена, который в это время находился в плену. Как хорошо получилось. Да. И Жан Дегради оказался сам в плену Бертрана Дегеклена. А Карл Наварский был вынужден подписать договор, где отказывался от всех своих притязаний вообще. То есть, его как политического игрока практически обнулили. За ним оставалось королевство Наварское. Ну, это как бы его... Это его родовое. Ему выдавали какие-то маленькие города. А, собственно говоря. Вот там Мамилет, где у него жена сидела. Вот там и сиди в этом городе. И он был вынужден. Потому, что он остался без войска. И таким образом Карл Пятый, проиграв... Одно сражение выиграв и... Одно сражение проиграв и вообще не вступая в бой на своей территории, полностью обеспечил тотальную политическую стабильность во Франции. Голова. Его за это прозвали мудрый всего лишь. Сколько лет было? Немного. Немного. Сейчас я боюсь сказать сколько точно лет. Ну, то есть, к 1365 году он Францию фактически замирил. Сделав полную возможность себе со свободными руками, без висящей на шее каких-нибудь там проблем заниматься финансами, политикой, внутренним устройством и всем, чем положено. Буквально до 1368 года. Молодец. Молодец. Орел. Да. Вот.